что такое уборка картофеля знают пожалуй все кто-то помогает убирать картошку бабушки в деревне а кто-то помнит как выезжал со школы институтом или даже предприятием убирать выращенный урожай под шефные совхозы в общем представление об этом процессе есть у многих однако с течением времени технологии меняются и большого количества людей с ведрами и лопатами на полях уже не встретишь на смену людям приходят комбайны которые со временем усовершенствуются заменяя ручной труд механизации и автоматизации теперь на полях пустынно и безлюдно сентябрь 2020 года выдался теплом и уборка полей совхоза имени ленина идет полным ходом в этом году удалось вырастить хороший урожай овощей картофеля о том как идет уборка мы спросили директора народного предприятия зао совхоза имени ленина павла грудинина в этом году у картофеля были вот свои проблемы это связано с тем что были сначала дожди очень интенсивные мы думали что он вообще задохнется потому что когда очень много влаги и не поступает кислород картофель начинает гнить прямо непосредственно на кусте в клубнях но несмотря на это потом погода выправилась и картошка стала развиваться но сейчас мы копаем видим что очень почва очень слежавшиеся а поскольку потом дождей не было то в результате получилось что картофель идет вместе с огромным количеством земли она не разбивается не рассыпается хотя у нас все таки мы картофель возделываем на пойме а там все таки песчаные почвы большей частью несмотря на это вот большая проблема и соответственно большой травматизм клубни потому что земля не разбивается и начинает травмировать и идущие рядом с ними по вот этому переборочному столу клубни а потом идет закладка это типично сразу картофель в реализацию не поступает кладется в бурты в хранилище которые продуваются и картофель там хранится всю зиму когда нужно мы что начиная с конца октября мы начнем перерабатывать делить на несколько фракций стандартные и нестандартные семена и продавать уже в магазин сейчас в момент вот в этот который сейчас происходит а у нас может там одну треть собрали картофель из того что посадили и пока урожай неплохой мы надеемся что мы получим 40 тонн за гитара это очень такой ну не рекордный но очень хороший урожай для московской области я думаю что для всей россии такой был как и у картофель и уборочный комбайн что изменилось потому что я смотрю на поле гораздо все проще как у 2 был комбайн по идее он должен был вообще всю землю отбирать но этого не происходило потому что он был устаревшей конструкции сейчас более мощные комбайны они вообще могут очистить картофель от всей земли и от пожневных остатков и уже чистый картофель то что у нас есть это среднее между копалкой и комбайн но не предназначен того чтобы всю землю отбирать поэтому она сейчас поступает на переборочный стол сортировочный пункт потом еще раз убирают землю после этого закладывают на хранение но там уже там не знаю 90 процентов это уже который картофель хотя земля еще проходит потом после того как она полежит на хранение будет еще одна переборка уже на стандарт они стандарт потому что картофель тоже бывает разной семенной нестандартный и стандарт и поэтому все пораженные клубни клубни которые порезаны ну такой тоже бывает будут отобраны мне стандарт семенной картофель будет отделен поставлен отдельно а вот остальной картофель продовольствием идет на продажу вот это такая технология честно наши западные коллеги да и наши в общем-то партнеры или там конкуренты которые работают в россии уже пользуются более надежными мощными комбайнами а у нас 60 гектар картошки в этом году прошлом году было 100 нам не нужно такие супер комбайнов которые могут убрать там за один день и очень качественно есть картофель поэтому мы пользуемся копателями которые используем и для свеклы и для картофеля и для потом используем для моркови они такие у нас универсальные они может быть меньшей производительностью меньше что-то качественные но зато они нас удовлетворяют по вот по всем показателям но тут вообще если разбираться с картофелем то конечно есть картофельные регионы брянская сейчас область очень много где массово производится картофель они ушли далеко вперед в механизации да мы за ними общем-то гоняться не собираемся но у них меньше себестоимость полностью естественно потому что когда у тебя огромное поле когда у тебя технологии отработано когда у тебя зарплата у работника 25 тысяч то конечно у них себестоимость ниже а как вам конкурировать получается с этими регионами ну мы всегда конкурировать с этими регионами потому что мы как плодовочная база находящиеся прямо рядом с кольцевой дорогой можем самое главное обеспечить вот перебрали через два часа она уже в магазине на логистике то ну да потому что все таки сейчас все сложнее и сложнее перевозкой заниматься ну там всякие платоны акцизы и все остальное но тут еще есть одна интересная вещь мы пытаемся работать не с перекупщиками а напрямую с магазин вот если нам это удается тут цена естественно для нас повышается как только начинаются морозы а в россии нет практически машины изотермических которые могли бы долго поддерживать температуру внутри кузова то возникает проблема с перевозкой и вы даже можете заметить как только мороз сильным два-три дня в цена на овощи в московских магазинах поднимается почему потому что ну возможность перевозить там допустим за 300-500 километров там где хранилище находится невозможно своих плодовочных баз в москвы уже нет и поэтому мы становимся такими королями или как к нам сразу приходит то что у нас всем же хочется стандартный качественный не замороженный овощи картофельные там морковь это это можем дать только мы поэтому мы всегда работали как плодовочная база я думаю что этом году мы опять достигнем где-то 14 тысяч тонн картофеля и овощей на складах ну вот после октября но это мы через месяц вами подведем какой-то итог механизация автоматизация иногда и роботизация достигла таких высот что можно меньшим количеством людей собрать тот же самый урожай другое дело что да мы ездили на картошку когда-то лет тридцать назад и двадцать пять или двадцать лет назад армия помогала в уборке а сейчас никто не к нам не придет и поэтому жизнь заставила покупать машины производительной и надо кстати отдать должное нашим агрономам за иванец и лыковского иванычу зинину они культура производства культура полей у них такая высокая что и голландцы и немцы которые приезжают сюда они не видят разницы мы попытались модернизировать правда последние новые комбайны мы купили лет 8-7 назад а сейчас уже постепенно требуется замена доходность овощеводства очень низкая а вот последние два года мы видим что она еще и падает если позапрошлом году мы получили от продажи овощей и картофеля 120 миллионов то в прошлом только 70 это очень плохой показатель но мы в этом не виноваты продукция была в том же объеме и того же качества а вот на рынке произошли существенные изменения именно из-за отсутствия покупательной способности из-за других вещей в том числе конкуренции на рынке позиции торговых сетей в результате оптовые цены упали очень низко если так дальше будет несколько лет продолжаться то скорее всего мы увидим банкротство многих овощных растеневодческих предприятий которые или бросят заниматься овощами либо производить гораздо меньше тогда условиях когда у нас бывает такой катаклизма не урожая может случиться очень резкий рост цены наше руководство считает что нам поможет импорт ну это и в общем-то одновременно поможет конечно пережить какой-то период но одновременно убьет производство нам нужно заниматься собственными технологиями и поддерживать собственно сельское хозяйство с вами был тв совхоз до новых встреч подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делайте репосты и оставляйте интересные комментарии увидимся в новых выпусках